итак дорогие друзья вернемся к уходу за нашими фаленопсисами после того как мы убедились что наша орхидея посажена правильный грунт в нужный горшок давайте разберем как вы ее поливаете орхидею фаленопсис нужно поливать обязательно после полной просушки корней то есть горшки не должны быть испарены если вы поднимаете горшок пробуйте дно и оно уже сухое если вы берете горшочек и слегка струсили вы чувствуете как колышутся там кусочки коры если вы сквозь прозрачную стенку горшка видите сизые корни не темно зеленые а сизые корни значит орхидею пришло время поливать поливать орхидею фаленопсис нужно обязательно чистой отстоянной водой либо эта вода должна быть прокипяченая и отстоянная либо это вода пропущенная через фильтры но обязательно она должна быть чистой если вы будете поливать свою орхидею фаленопсис просто водой набранной из под крана водопроводного у вас будет очень быстро засоряться грунт виламин это такой вот материал которым обернут сам корень фаленопсиса вы когда пересаживали вы видели что корни у фаленопсиса они как будто бы в губке то есть вот такое вот зеленое вот на корню сам корень он просто тоненькая беленькая проволочка сверху виламин виламин работает я не буду рассказывать вам все в клеточном таком вот обзоре это вам не надо вам надо знать что виламин для корня это как губка губка которая накапливает в себя влагу эта губка напиталась и передает эту влагу в листья, в стволик, в цветоносы питает этим орхидею так вот если вода для полива будет некачественная эта губка будет засоряться и естественно как вы понимаете плохого качества вода будет поступать в листья орхидея будет страдать, орхидея будет болеть, орхидеи это нравится не будет значит договорились поливаем орхидею чистой, отстоянной, кипяченой или пропущенной через фильтр водой далее если у вас на подоконнике стоит несколько горшков с орхидеями разных размеров от маленького до великого это не значит что вы должны эти орхидеи поливать все одним скопом возможно вам придется маленькие горшки поливать чаще более крупные горшки поливать реже все будет зависеть от того насколько быстро просол грунт еще раз повторюсь грунт правильно подобранный грунт правильно подобранный горшок должен просыхать за 3-5 дней если ваш грунт просыхает дольше значит ваша орхидея посажена неправильно неправильный грунт орхидея будет находиться постоянно во влаге она не будет думать о том что ей нужно цвести а еще хуже корни этой орхидеи могут просто начинать гнить поэтому возвращаемся к поливу ставим свою орхидею в какую-либо емкость и аккуратно по краю горшка начинаем добавлять воду подливаем воду и смотрим как только вода заполнила эту емкость на две трети все оставляем эту орхидею буквально на 5-10 минут пока корни виламина хорошо не пропитаются не станут хорошо зеленого цвета после этого мы свою орхидею достаем и ставим на поддон или в ту же емкость с которой она у вас поливалась и даем хорошо стечь воду лишь только после того как вода стекла вы ставите орхидею на свое привычное место никогда не ставьте столько политую орхидею на холодные подоконники если это зимнее или межсезонное время года значит орхидея должна немножко постоять в тепле или только потом вы ее установите на свое привычное место поливайте орхидею только теплой водой вода не должна быть горячей не должна быть холодной вода должна быть теплой примерно такой температуры вот как вы опускаете руку в воду и чувствуете что вода теплая не горячая а теплая все с поливом орхидеи мы с вами закончили мы поняли что орхидею мы поливаем только после полной просушки корней если вы сомневаетесь в том просохли ваши корни или нет в таком случае лучше не полейте ее лучше отложите полив на завтра или на послезавтра в сухости орхидея постоит и ей это не навредит а вот если вы будете ее слишком часто поливать цветение вы видеть не будете исключение это мини фаленопсисы мини фаленопсисы длительных просушек не любят и не терпят мини фаленопсисы надо поливать как только грунт просох как только вы увидели что корешки начали белеть мини фаленопсис надо поливать мини фаленопсис он предпочитает более влажную среду обитания все с поливом мы закончили дальнейшее наше видео где стоит ваш фаленопсис то бишь какое вы ему выделили место на подоконнике спасибо всем за внимание если вам было полезно мое видео ставьте лайки подписывайтесь на мой канал и ждите моего следующего видео